На базе детского сада номер 26 «Родничок» прошло открытие муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года 2024». Он проводится с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов и поддержки инновационного движения работников дошкольных образовательных учреждений. Началось торжественное открытие с концертной программы и приветственной речи заведующей детским садом номер 26 «Родничок» Гульжанат Усманакаевой. Как уже известно всем, стала традицией ежегодно проводить конкурс среди воспитателей дошкольно-образовательных учреждений. И я сегодня рада всех вас приветствовать в стенах нашего муниципального бюджетного дошкольно-образовательного учреждения детского сада номер 26 «Родничок» на муниципальном этапе всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 2024». Пусть этот конкурс подарит вам незабываемые впечатления. После все участницы конкурса продемонстрировали жюри и гостям свои выступления, в которых рассказали о своей работе и достигнутых успехов в этой области. После выступления всех участниц ведущие поприветствовали начальника управления образований города Каспийска Ларису Абрамову. Педагоги города Каспийска – это сильнейшие педагоги. Но так получилось, что много-много лет как-то педагоги Каспийска не светились на республике. За эти годы нам удалось заявить себя школам, детям, но как-то не получается заявить о себе на республике нам, воспитателям. У меня большая-большая надежда, девочки, что среди вас стоит тот, кто действительно достойно представит нас на республике. Воспитатели подготовили лучшие номера, рассказали о методиках воспитания и продемонстрировали новые способы занятий с детьми. Для того, чтобы выбрать лучшего из них, было приглашено компетентное жюри. Декам факультета дошкольного образования ДГПУ имени Расула Гамзатова Замира Магомедова. Заместитель управления образованием города Каспийска Радмила Гаджиева. Заведующая кафедрой психологии, педагогии и дошкольного образования имени Расула Гамзатова Марина Абдурахманова и многие другие. Отметим, что конкурс будет проходить до 3 апреля. Это способствует...